Всем привет! Сегодня хочу вам рассказать про томатики из серии Сады России Малиновое чудо. Все это томаты из одной серии Малиновое чудо. Названия у них разные. Малиновый король, Малиновая мечта, Малиновая радость, Малиновый бизон и Малиновый желанный. Томаты все низкорослые, детерминатные, высотой до метра. Это гибриды. Производитель пишет, что можно сажать их и в теплицах, и в открытом грунте, и во временных пленочных укрытиях. Я сажала их в теплице. В теплице они у меня вырастали невысокие. Чем они хороши? Кусты у них мощные, листья зеленые, сильно облиственные кусты. Обязательно нужно их привязывать к опоре, хоть они детерминатные. Многие производители пишут, что детерминатные не надо подвязывать, посынковать. Эти томаты нужно обязательно посынковать и подвязывать к такой хорошей, плотной, крепкой опоре. Иначе они под нагрузкой урожая падают. Томаты я подвязывала. И чем они отличаются? Все томаты крепкие, хорошо завязывают в любую погоду, и в солнце, и в дождь. Все томатики урожайные. Отличаются они формой, весом. Значит, какие-то томаты крупные. Вот малиновый желанный томатик. Он очень крупный. Подождите, нет. Вот малиновая мечта крупные, 500-700 грамм. Но томатов много, 500-700 у меня не было. Они были где-то грамм 400. Хорошие томатики, крупные, крепкие, они растрескиваются. Отличные. Вот этот томат, малиновый король. Он плоскоокруглый. Весом 250-300 грамм. Томат малиновая радость. Такой, как сливка. Очень много в кисти. Плоды транспортабельные. Хорошо подходят для вяленья, для квашенья, для засолки, для, в общем, консервации. Так они немножко жестковаты. Малиновая радость. Получается, они такие крепкие, но жестковатые. Малиновый желанный. Куст сильный, открытый. Листья мощные, темно-зеленые. Куст обязательно нужно подвязывать к опоре, иначе он просто рухнет под тяжестью огромного урожая. Томатики массой 500-600 грамм. И очень мне понравилось, прям вот очень понравилось, всем рекомендую. Томат малиновый бизон. Сажала я его несколько. В этом, в 22-м году я их не сажала, эту серию, а в 20-м и в 21-м. Вот сейчас думаю, как мне быть с ними на 23-й. Уже столько, много всего, но вот малиновый бизон обязательно я посажу. В теплице он у меня был где-то метр двадцать. Томатики кистевые. В каждой кисти 6-8 плодов. 4-5 кистей завязывала отлично. Дальше я уже макушку ему прищипывала, чтобы они начинали быстрее созревать. Значит, что пишет производитель? Что все томаты очень любят хорошую агротехнику и подкормку. Полив. Обязательно раз в неделю, если не жарко. Если такое лето, как у нас сейчас было, 40 градусов, то каждые 3-4 дня, то есть 2 раза в неделю нужно поливать. Ну и естественно, чтобы томатики хорошо развивались, их нужно подкармливать. Только самое главное, что томаты, вообще все любые томаты, не только этой серии, они любят азот. Фосфор, калий, обязательно томатам нужен. Гуматы, зола. То есть, если будет хорошая агротехника, будет хороший урожай. Кто сажал эти томатики, напишите, как вам нравится. Или что-то вас там в них не устроило. То есть, мне интересно знать. От этого я тоже буду решать, как мне в этом году сажать или все-таки еще подождать, подумать. Дело в том, что томаты эти дорогие, и это гибриды, я брала свои семена. То есть, это у меня уже получается не F1, а F2. Но я сажала нисколько не хуже, чем F1. Я не знаю, почему производитель пишет, что не надо брать свои семена, что это будет расщепление сорта или что-то там еще. Я сажала. У меня получается все то же самое, один в один. Пишите, как вы. Интересно мне знать. Я с вами делюсь своей информацией. Хочу от вас тоже иметь обратную связь. Кто сажал, пишите. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!